это джем из абрикосов из домашних абрикосов у нас часть оказалось перезрелых и я решила сделать часть пошло на варенье отчасти я решила сделать джем цвет посмотрите какой золотистый получается я оставила в мисочке немного для того чтобы вам показать этот джем очень я не делала его очень густым я сделаю его такой такой чтобы можно было блинчики намазывать тортик кексик намазывать бутербродики намазывать это джема консистенция у него очень такая однородная практически крупина так вообще нет вот посмотрите видно вам очень я много сахара не давала это такой кисло-сладкий джем но очень вкусно дальше видео я расскажу весь полностью рецепт приготовления этого джема смотрите продолжение дальше некоторая часть абрикосов которые мы брали для варенья пока донесли и они оказались перезревшими и понялись и разломались я решила сделать из этого джем я взяла почистила помыла эти абрикосы убрала косточки их кастрюльку добавила воды и закипятила прокипятила наверное минут 15-20 на слабом огне можно до 30 минут чтобы она до полного размягчения массы без сахара без ничего вода и абрикосы потому что в сахаре они немного более 3 становятся сейчас мы это блендером размягчим до однородной массы вот этим вот блендером и потом уже будем добавлять сахар и варить до густоты пропорция тут я взяла на килограмм абрикос стакан воды и буду добавлять пол килограмма сахара на 1 килограмм абрикос у нас дома не любят слишком сладкое варенье джем и если вам нравится более сладкое то можете добавить больше сахара вот такая однородная масса у меня получилось посмотрите такое жидкое жидкое практически без крупинок но довольно жидкое такое сейчас мы его ставим на плиту на очень очень слабый огонь и чтобы она томилась для того чтобы выпаривалась вода на сильном огне это делать нельзя потому что будет подгорать дно его нужно время от времени постоянно перемешивать а потом будем добавлять необходимое количество сахара для вкуса вот наш джем уже готов из абрикос вот видите такое в жидком виде в горячем виде он жидкий а когда остывает он становится гораздо гуще масса видите какая однородная так я налила уже одну баночку приблизительно полтора сантиметра до верха тем временем у меня тут маленькой кастрюльки стерилизуется другая уже горячая уже простили про стерилизовалась другая баночка там внизу крышка лежит сейчас я эту баночку уже закручиваю вытаскиваю и ставлю другую так вот наши баночки уже готовы я их закрутила поставила верта обмашками на крышку и часть у меня осталась не полная баночка и не стала закрывать завтра посмотрим с утра на пробу как она будет сейчас я это все закрываю полотенцем и оставляю до утра чтобы она остыла из двух килограмм переспелых абрикос у меня получилось вот три полные полулитровые баночки и одна неполная ну там чуть больше половины наверное где-то три четвертых вот так будем завтра пробовать попробуйте может быть и вам понравится такой рецепт приятного аппетита